Приветствую всех! Вы смотрите очередной ежемесячный выпуск передачи «Коломенская мозаика», которая посвящена музею-заповеднику «Коломенское», находящемуся недалеко от наименной станции метро «Коломенское» на юге Москвы. Ну и, как обычно, сегодня в передаче о новостях, выставках и мероприятиях, которые сейчас проходят в Коломенском, ну, по крайней мере, некоторых из них. Ну и сегодня также речь пойдет более подробно об усадьбе «Кузнеца» в Коломенском. Ну, сначала новости. Что касается ситуации в Коломенском, то она, в общем-то, в принципе, достаточно обычная, нормальная, но все-таки, надо сказать, за, в общем-то, одним исключением. Ну, дело все в том, что в Коломенском, так сказать, продолжают пускать на выставки только по QR-кодам или, так сказать, по отрицательным ПЦР-тестам. То есть для того, чтобы попасть на выставки, вот это нужно обязательно. Просто так, ну, во-первых, билеты, опять же, продолжают продавать онлайн, но это, в общем-то, и в других практически всех музеях, ну, по крайней мере, государственных. А вот что касается именно QR-кодов, еще дополнительно, да, или отрицательных ПЦР-тестов, то это, вот, в общем-то, Коломенска остается одним из немногих как раз музеев, которые вот это до сих пор практикуют, потому что во многих других музеях от этого, в общем-то, отказались, ну, а здесь пока еще это практикуется. Так что это надо иметь в виду, и если вы хотите попасть на какую-то выставку, то вот эти вещи, они неизбежны, просто без этого вас туда не пусть. Ну, это помимо маски, там, помимо какой-то социальной дистанции, ну, это ладно, дистанция-дистанция, ну, и там наполняемость там должна быть, ну, это уже, так сказать, если билет продали, то, соответственно, уже понятно, что вы туда попадете. Ну, если только, конечно, вот этот, есть QR-код или вот этот отрицательный ПЦР-тест. Ну, и плюс там маска, да, дополнительно. Ну, перчатки сейчас отменили, а вот маска, она остается. Так что вот такие вот ограничения. Ну, это именно что касается экспозиции, что касается непосредственно самой территории, парковой зоны, садов, там, посещения храмов. Вот, это все, в общем, в обычном режиме. Здесь каких-то особых ограничений, в общем-то, нет. Это вот что касается таких вот новостей. Ну, и кроме того, также отмечу, что, ну, все как обычно, проходит всякие экскурсии, в общем-то, уже во все квесты, всякие программы, работают кружки, в том числе проводятся экскурсии и аудиоэкскурсии на электромобилях, работают аттракционы. И также в Коломенском сейчас работает с августа по-прежнему ярмарка меда. Она продолжается и будет еще проходить, наверное, где-то около месяца-полутора примерно, ну, до наступления уже таких больших холодов, можно сказать, до наступления зимы практически. Так что можно купить мед у производителей. Ну, и кроме того, также работают и, в общем-то, практически все другие объекты. Что касается самих объектов, да, ну, помимо там парков, садов, да, храмов, что касается именно экспозиции, то отмечу, что совсем недавно, вот, если быть точнее, 31 августа, в Коломенском открылась новая выставка. Которая называется «Московицкое стекло. Искусство слюдяных дел мастеров». Ну, то есть, эта выставка, она проходит в подклете дворца Алексея Михайловича. Вот, и рассказывает она о слюде, таком материале, который похож на стекло. Вот, как бы, родственник такой стекла. Но все-таки несколько особой формы, особого происхождения. Такой природный материал русского севера и Сибири. Вот, и такой, в общем-то, во многом, именно типично русский материал. Наш вот отечественный материал, который практически нигде больше не используется в других странах. Вот, ну, и во многом с этом как раз связана, вот, и демонстрация вот этой выставки. И, в общем-то, как этот материал применяется. И применялся раньше, и применяется, и так далее. Он такой, в общем-то, прозрачный. И его, особенно раньше, сейчас его, в принципе, довольно мало используют. А вот раньше, как раз, все-таки, Коломенск, это во многом, все-таки, рассказ о прошлом. Нашем прошлом, да, о русском прошлом. Все-таки это больше такая, так сказать, ретро-территория. Хотя, конечно, есть что-то и современное. Но, все-таки, в основном, это отсыл к прошлому. Это, все-таки, именно музей. Не надо забывать, что это музей Коломенское. Вот. И вот, как раз, эта выставка, она рассказывает именно по преимуществу о прошлом. О том, как вот применялась слюда. И там есть три раздела на этой выставке. И сначала рассказывается, как, собственно говоря, вообще, что такое слюда. В принципе, да. И как вообще возник вот ледяной промысел. Вот, как я уже говорил, на русском севере и в Сибири. Как, в общем-то, она добывается. Да, и как шла торговля слюдой раньше. И, кстати, имейте в виду, что вот раньше, допустим, окна, например, их делали из слюды. То есть, вот, например, дворец Алексея Михайловича, как раз, где как раз и проходит вот эта выставка сейчас. Вот. Там вот окна, они были сделаны из слюды. Также, например, окна в домике Петра Первого. Ну, и в других, например, в крестьянских домах. Да, их раньше делали именно из слюды. То есть, не из того стекла, к которому мы сейчас привыкли, да, у нашего стекла обычного. А именно из слюды. Из такого вот особого вида, скажем так, стекла. Вот. Это вот тоже важно понимать. И, таким образом, там три раздела на этой выставке. И первый раздел, опять же, как я уже сказал, знакомит именно с тем, что такое слюда. Вообще, как ей торговали. Ну, историю возникновения, собственно, вот этого слюдиного промысла. Вот. Ну, а второй раздел знакомит с тем, как слюда применялась раньше, да, в 17-19 веках. То есть, как это все было, да, какие из нее изделия делали, как для храмов, для церковного быта, так, собственно, и для гражданских строений, для крестьянских изб, для разных зданий, которые тогда существовали в 17-19 веках. Ну, и вот можно увидеть, какие из нее делали всякие поделки, а надо сказать, что из слюды изготовлял много разных изделий, декоративных материалов разных, конструкций. Вот. И там, в принципе, часто слюда и украшалось, то есть, ну, много все делалось, и там, в общем-то, применялся комплексный труд разных работников, да, то есть, там и серебряных дел мастеров, и деревянных дел мастеров, и, так сказать, умельцев, которые работали с костью, и с оловом, и с железом. То есть, там сразу, иногда над одним изделием трудились, скажем так, несколько специалистов, несколько работников. Одни там по серебру, другие там, так сказать, по дереву, и все это, в общем, в итоге получалось такое вот комбинированное изделие, очень красивое все это делалось, как бы синтез такой вот, да, работали разные ремесленники, и получались очень красивые изделия. И вот можно, в принципе, все это посмотреть, вот какие-то поделки, как это все применялось, какие изделия изготовлялись из слюды. Ну, и третий раздел, это уже больше такая промышленная, скажем так, применение слюды, это уже 19-20 века. Вот, как это все в основном уже применялось в химии, там, в электропромышленности, в строительстве, но уже именно в промышленности. То есть, если до этого это были все-таки такие больше единичные изделия, такие вот именно штучные товары какие-то, и украшения, то уже 19-20 век это уже больше такое промышленное применение, то есть такое серийное, массовое производство каких-то изделий и так далее. Ну, можно тоже все это, в принципе, посмотреть, что вы тоже изготовляли уже в промышленности, да, в строительстве, и именно слюды вот уже в 19-20 веках. Вот, так что вот это новая выставка. И продлится она, в общем-то, до конца осени этого года, так что еще не поздно успеть. Но, опять же, если, конечно, у вас есть QR-коды, то есть, если вы вакцинировались, или там есть отрицательный ПЦР-тест, в общем, эти процедуры надо проходить обязательно, иначе на эту экспозицию не попадешь. Ну, и кроме того, также продолжаются и, в общем-то, типичные выставки, да, все остальные, все, в общем-то, экспозиции сейчас работают. Открылась снова мельница на речке Жужа, о которой я рассказывал в прошлый раз после ремонта. Ну, и также другие работают объекты, это и сам дворец Алексея Михайловича, который состоит из 24-х залов. Вот, там и постоянная выставка проходит сокровища русского искусства 17 века, то есть, как раз, в общем-то, искусство, которое было при царе Алексея Михайловича. Ну, и там же выставка, посвященная книге Адама Альярия, описание путешествий Москвой, Вертартарию, Персию. То есть, взгляд на Москву путешественника Адама Альярия. Также там же работает выставка «Русский скансон» до конца октября. Вот, это такой музей под открытым небом, созданный в Швеции в конце 19 века. Вот, как бы его подражание, но об этом я уже рассказывал об этой выставке более подробно. Ну, также работает «Цоколинный двор», «Вудозводная башня», «Медовая Коломенская», «Домик Петра I», «Передние ворота», там выставки проходят в разных зданиях этих передних ворот, комплекса зданий передних ворот. Вот, подклет Церкви Вознесения Христова, Церковь Святого Георгия Победоносца, конюшеный двор, атриум, вот, при входе со стороны метро «Коломенское», также усадьба «Коломенского крестьянина» и усадьба «Кузнеца», ну и также вот музей деревянного зодчества, то есть и храм Георгия Победоносца из Архангельской области, проездная ворота Николокорельского монастыря, башня Братского острога, Маховая башня Сулцкого острога, ну и вот, как я уже сказал, мельницы. Также проводятся мастер-классы, вот, свадьбы в Коломенском проводятся, работает гостиница, сувенирные магазины, аттракционы, прокаты. Ну и многочисленные, конечно, торговые объекты, где и мороженое, и всякие напитки, и выпечка, и кондитерские изделия, и народные промыслы, ну, в общем, всякие кафе на, в общем-то, практически любой вкус и, конечно же, кошелек. Вот. Так что, в принципе, в Коломенском сейчас неплохо, вполне, ну, как, наверное, в любое время, сейчас тоже осень, там листья падают, постепенно все больше и больше желтеет, ну, в Коломенском, в общем-то, всегда хорошо, и думаю, что в любом случае погулять там стоит. Ну, что касается осмотра музейных экспозиций, это уже, конечно, там уж как кому, наверное, не для всех. Вот. Ну, а так погулять, конечно, одно удовольствие. Ну, и сегодня остановимся немножко более подробно на усадьбе Кузнеца. Собственно, вот она перед нами, как раз на карте. И это усадьба Кузнеца, она состоит, как бы, часть является такого вот именно этнографического центра, то есть, как бы, часть экспозиции, часть такого, как бы, пространства, да, которая демонстрирует, ну, в общем, скажем так, быт и вообще атмосферу коломенских крестьян, которые здесь жили. Здесь ведь когда-то находилось село Коломенское, вот. И как раз вот эта большая улица, она так и называется, Большая, то есть, это собственное название, вот. И она отходит от улицы Новинки, да, и идет до проспекта Андропова туда. Вот. И вот здесь как раз вот недалеко от улицы Новинки, если вы хотите посетить именно усадьбу Кузнеца, лучше заходить от метро Коломенское, только идти туда не к центральному входу, а по улице Новинки сюда свернуть именно на Большую улицу, вот на эту. И пройдя через КПП, вот это вот, дальше вот прям чуть-чуть пройти, вот сюда напротив школы, здесь вот эта школа, стадион, и вот прямо напротив стадиона школы как раз находится вот эта вот усадьба Кузнеца. Вот. Ну, есть и вот усадьба Крестьянина Коломенского, а это усадьба Кузнеца. Значит, она состоит из четырех зданий. Четыре здания здесь есть, да, вот смотрим по карте, да, то есть, это одно, два, три, четыре, вот. Вот четыре здания, вот, на этой вот территории. Вот эти, это уже другое, это уже не имеет никакого отношения к усадьбе Кузнеца, там, трансформаторная подстанция, еще какое-то здание служебное и так далее. То есть, усадьба Кузнеца, это вот четыре здания. Итак, первое, это, собственно, дом Кузнеца, вот этот, да, сейчас мы посмотрим, как это выглядит в натуре, да, вот здесь лучше, вот, значит, дом Кузнеца, вот этот, дом сына Кузнеца, вот этот, значит, это Кузнеца, вот эта, вот она, Кузнеца, и сарай, вот это вот четвертое, это сарай, ну, он там на заднем плане, его здесь не видно, но там вот за домом сына Кузнеца, там находится маленький такой небольшой сарай. Вот. Из них демонстрируется, собственно, только, ну, эксплуатируется, да, и проводится экскурсия, и вообще попасть можно только в два здания, то есть, это в дом Кузнеца и в Кузницу. Дом сына Кузнеца и сарай, они недоступны для осмотра, они, ну, скажем так, именно для внутреннего осмотра, то есть, можно просто посмотреть внешне, чтобы понять, как бы, ну, как себя более-менее представляло именно, собственно говоря, территорию Кузнеца, да, где жилы Кузнецы. Вот, ну и все, и дальше там внутрь уже не зайдешь. А вот именно дом Кузнеца и сама Кузница в нее как раз можно и попасть. Ну, естественно, по билету, за деньги, вот, но попасть туда можно. Собственно, ну, вообще, зачем это все, да? Вот смысл существования вот этой вот усадьбы Кузнеца. Ее, кстати, воссоздали в 2010 году, то есть, ей, получается, всего чуть больше 10 лет. Вот эту усадьбу ее воссоздали в 2010 году здесь, в Коломенском, до этого ее не было. Вот, но воссоздали ее по старым чертежам. Еще фотографиям, чертежам, которые сохранились там с 19 века. И вот по этим чертежам примерно вот воссоздали то, как это все, в принципе, было. Как выглядела примерно вот усадьба Кузнеца вот именно в селе Коломенском. Ну, собственно, зачем ее воссоздали? Опять же повторюсь, что музей Коломенское – это именно музей, да, то есть, он демонстрирует то, как вот, скажем так, на этой территории было раньше. А Коломенское, оно как бы состояло из двух частей, да, то есть, первая часть – это царская резиденция, то есть, это там, где непосредственно жил царь Алексей Михайлович, и его, скажем так, прислуга бояре там ближние, да, ближайшее окружение, ну, там какие-то гости приходили, ну, еще его обслуга и так далее. То есть, те, кто непосредственно обслужили вот этот вот царский дворец, вот этот дворец царя Алексея Михайловича, ну, и все его там разные, так сказать, какие-то другие объекты, да, там, сытный двор, всякий там, кормовой двор, там, фряжский погреб и все остальное. Всякие храмы и все такое, все, что вот входило в состав этого царской резиденции. Вот это первая часть Коломенского. А вторая часть Коломенского – это, собственно говоря, жизнь крестьян, то есть, жизнь именно крестьян села Коломенского, которую частично обслуживали, конечно, именно и царский двор, отчасти, да, когда он там существовал. Ну, а так, конечно, крестьяне жили, в принципе, своей автономной жизнью, как бы сами по себе, отдельно, а уж тем более уже там в 19 веке, в первой половине 20 века, а надо, я повторюсь, что Коломенское вошло в состав Москвы только в 1660 году, до этого здесь было Подмосковье, было село Коломенское. Вот. Так вот, они жили, в принципе, своей жизнью, у них было свое хозяйство, были свои огороды и так далее. Ну, а поскольку теперь здесь создан музей, да, то есть, сейчас находится музей, то он, собственно, и воссоздает именно вот ту жизнь, да, и, в принципе, те постройки, да, которые вот именно были, ну, когда-то здесь раньше, на этой территории. Вот. Еще до возникновения музея, да, и еще до того, как эта территория стала Москвой. Вот. Поэтому, в принципе, появление вот этой музея-кузнеца, оно вполне логично и вполне понятно, именно потому, что именно показать, как это, в принципе, все более-менее, так сказать, как это все выглядело, как это все, где все находилось, и как это все более-менее работало, да, как это все вообще происходило. Вот. И была вот создана такая вот усадьба. А надо сказать, что кузнецы, они, скажем так, как раньше, ну, сейчас, конечно, кузнецы во многом, конечно, немножко кажется, ну, какие сейчас кузнецы, да, сейчас все-таки больше как-то все это производство, там, да, на такую все поставленную промышленную основу, что сейчас, конечно, кузнецы во многом не востребованы, кажется, да. Ну, понятно, что в Москве, конечно, они во многом действительно не востребованы, но, опять же, на селе они сейчас, в общем-то, играют тоже достаточно большую роль, особенно где-нибудь там, ну, даже не в Москве, а где-нибудь в глубинке большой, да, где действительно до сих пор большие проблемы с, так сказать, какими-то вещами, с элементарными даже, да, и иногда приходится действительно обращаться к кузнецам, которые вот таким искусственным мастерам, которым могут что-то сделать, ту или иную вещь какую-то, детали и так далее. Вот, ну, а раньше, это сейчас, да, опять же, глядя 21 века, ну, а раньше кузнецы это были очень уважаемые люди, очень почётные люди, довольно зажиточные, и, скажем так, очень востребованные люди, вот, которые действительно, их было совсем немного на селе, и, в общем, у них всегда был, скажем так, спрос, да, на их изделие, на их работу, и к ним всегда, в общем-то, обращались крестьяне, то есть, вокруг было довольно много крестьянских домов, и, в общем, практически все крестьяне, они так или иначе, пользуются услугами кузнецов. Вот, так что это, действительно, были очень такая важная и нужная для людей профессия. Вот. И вот, собственно говоря, вот поэтому и здесь был создано и показывается, что из себя представляло, вот, как говорится, вот такое кузнечное хозяйство, скажем так, да. То есть, вот, мы видим два двухэтажных дома, это дом кузнеца, значит, причём, что важно, да, что у него низ дома кирпичный, а верх деревянный. Вот. Ну, это и понятно, да, потому что низ всё-таки, он должен быть такой более прочный, да, а верх, он такой более, можно сказать, экологичный, что ли, да, он всё-таки не на земле стоит, а наверху. Поэтому, вот, тоже такая конструкция, она, кстати, довольно часто применялась на Руси вообще и даже в Москве и так далее, во многих домах это прослеживается. Вот. Потом сына кузнеца, ну, в принципе, такой, может быть, типичный деревянный весь, да, и, как видим, он такой одноэтажный, более скромный, конечно же, вот. Вот. Ну, и понятно, что сын кузнеца, он, естественно, что был, как бы, таким подмастерен, да, то есть, учеником своего отца, и поэтому он не просто жил в этом доме, но и постигал, как говорится, азы кузнечного дела, все тонкости, технологии. Отец постепенно обучал своего сына всяким прибудростям вот этого кузнечного дела. Вот. Ну, а, собственно, посередине, вот между домами, там чуть-чуть в глубине, находится, собственно говоря, главное, вот, можно сказать, такой вот объект, да, где, в общем-то, и как раз создавались разные вот изделия, да, из металла, да, и это есть именно кузница, где вот как раз работали и отец, ну, и сын тоже, они, очевидно, на пару работали, ну, сначала отец учился у сына, а потом они уже, собственно говоря, сын и сам уже, так сказать, что-то делал, да, какие-то вещи, уже учился мастерству и все больше и больше в этом совершенствовался. Вот. Там вот они, в принципе, работали. Ну, а сарай, это, понятно, его значение такое чисто утилитарное, то есть, там просто хранились разные инструменты, вещи какие-то, заготовки, может быть, разные какие-то, ну, в каком-то смысле был такой типа склада, да, то есть, какие-то, может быть, и ненужные даже вещи, ну, которые, может, потом понадобятся, какая-то одежда могла храниться и так далее. Ну, то есть, это понятно. Чисто, в общем, такое типа подсобного помещения. Вот. И, как я уже сказал, в принципе, можно вот посетить, в общем-то, эти здания. Ну, что касается крестьянского дома, ну, вернее, не крестьянского, а дома кузнеца, то, как я уже сказал, у него два этажа, и здесь можно посмотреть, как, в принципе, кузнец жил. То есть, его, всего, это обстановка, как, тут послозны предметы быта, то есть, как примерно все это было, да, то есть, там, большая печь с полосами, да, в центре избы, кровать, табурет, причем, что интересно, и кровать, и табурет все, да, они выкованы из металла, обычно, тогда это было редкостью, обычно у христиан были все деревянное, ну, как правило, а вот у кузнеца было из металла. Ну, оно и понятно, естественно, для себя, конечно, чего же и не сделать из металла. Вот, под потолком, там, люлька такая, такая деревенская детская колыбель находится, есть тоже такой медный самовар, тоже, получается, из металла, из меди, чугунный утюг тоже, да, ну, и так далее, то есть, разные такие вот всякие украшения, все, что сделано разными, там, своими руками, опять же, да, все это, там, можно посмотреть по стенам, там висят всякие предметы, все это тоже сопровождается фотографиями, ну, и так далее, то есть, вот, можно все это посмотреть. Буфет тоже есть свой, как бы, такой тоже украшенный, и так далее, ну, и как бы там сочетаются даже какие-то городские мотивы, то есть, такой зажиточный большой достаточно дом. Вот, ну, а, соответственно, опять же, повторюсь, в дом сына кузнеца, это такое, в общем, чисто просто, как бы, так сказать, для вида его сделали, да, чтобы показать, что вот его, как, что он тоже был, существовал когда-то, да, вот, но, в принципе, он и туда пройти невозможно. А дальше уже, вот, можно посетить, собственно говоря, кузницу, и вот там, как раз, можно посмотреть, как все это было устроено. Причем кузница, она действующая, то есть, в отличие от дома кузнеца, где, конечно, это сам, ну, не знаю, там живет кузнец или не живет, вряд ли, он, скорее всего, может быть, где-то и в другом месте живет, просто в Москве, потом приезжает сюда, ну, хотя, может быть, и живет, трудно сказать. Ну, а вот кузница, она конкретно действующая, вот, и здесь, вот, можно посмотреть, собственно говоря, как вообще делаются, вот, кузнецы свою работу все делают, да, кузнечное такое вот ремесло, то есть, там, в принципе, можно видеть, в общем-то, как бы два таких основных центра этой кузницы, да, то есть, это, в принципе, первое, это, как бы, такой, типа горна такого, да, где горит огонь, и на этом огне, собственно, прокаляют железо, да, то есть, накаляют его до коленя, да, чтобы оно, скажем, для чего это делают, чтобы оно становилось таким, именно, плавким, да, чтобы из него потом можно было выковывать разные изделия, то есть, сначала именно у железа прокаливают, вот, ну, а потом уже, соответственно, уже можно увидеть, собственно, вот, именно, как бы, рабочий стол такой, да, уже, в принципе, такую, непосредственно, саму, как, такую кузницу, да, вот, и которая, в общем-то, тоже, вот, так сказать, специально, такой, как бы, вот, на таком специальном предмете, да, так сделано, типа такого стола, и вот специально, и вот на этом устройстве уже прокаленное железо, да, его с помощью разных инструментов, то есть, ручников, кувалда, клещей с губками, зубила, вот, молота, да, то есть, вот, все это вместе, и вот, все это, в принципе, и сделаются разные, скажем так, изделия, да, вот, ну, естественно, используя мастерство самих кузнецов, да, обычно, там, два кузнеца все это делают, вот, и они вот на пару, ну, в принципе, может один кузнец даже, в общем-то, работать, вот, они как раз, в принципе, создают, вот, как раз разные предметы, ну, скажем так, или на заказ, да, то есть, раньше тут делали церковные двери, решетки, замки всякие, запоры, засовы, решетки на окна делали, дверные петли делали, ставни, всякие кресты даже на купол в церкви, украшения разные декоративные, ну, много чего делали, да, вот, для жителей села Коломенского, ну, а сейчас, в принципе, тоже, вот, могут, в принципе, сделать разные тоже какие-то изделия, часто делаются на заказ, какие-то делают, вот, ну, и вот, в принципе, показывают, как, в общем-то, из железа, да, в принципе, из разных заготовок железных, которые после прокаливания делают, вот, те или иные предметы, вот, и, в принципе, на глазах, вот, могут сделать тот или иной, скажем так, предмет, ну, по заказу, ну, то, что, в принципе, возможно, сделают, да, какую-нибудь подковку возьмут, там, и сделают, там, на счастье, да, вот, ну, единственное, при этом, конечно, придется за это все заплатить, естественно, деньги, потому что все это не бесплатно, ну, как за билет заплатить, так дополнительно придется заплатить, естественно, за то или иное изделие, которое могут при тебе же и сделать, ну, как бы, вот, многие на это идут, потому что это, конечно, может не дешево будет стоить, но, опять же, это все действительно красиво, это все интересно на глазах, и это, конечно, такая как бы авторская работа, и она потом будет храниться у тебя, и всегда это можно будет потом показывать и гостям, и рассказывать, как все это вспоминать, как все это делалось, то есть оно, может быть, того и стоит, хотя, конечно, опять же, вопрос, насколько это действительно нужно, и вопрос тоже в цене, насколько это все посильно по деньгам тоже. Ну и в целом тут экскурсии проводятся тоже вот в эту усадьбу. Ну и, конечно, особенно большое внимание привлекает детей, конечно же, особенно, так сказать, вот младшего возраста, где-то лет там до 10-12, когда дети как раз все это еще только-только хватает буквально, все интересно, все еще пока как-то вот, так сказать, не познанного много. И как раз вот тут очень бы неплохо как раз сводить детей, показать им вот азы кузнечного дела, чтобы они хотя бы имели какое-то представление вообще, как это все делается. Хотя, опять же, повторюсь, что сейчас, конечно, те же там верные петли, всякие там разные замки, допустим, какие-нибудь там и всякие запор, засовы, решетки, все это делается в основном на производстве, конечно же, и покупается в каком-то там Леруа Мерлене или в каких-нибудь других всяких там строительных магазинах, да, в каком-то хозяйственном магазине в любом. То, но все равно, как бы, интересно все-таки, как это все делалось раньше, а раньше все это, опять же, было во многом таким штучным товаром, и, действительно, замки у всех крестьян были разные, да, то немножко отличали. Сейчас они во многом типовые делаются замки, хотя, конечно, тоже отличаются, вот, но все-таки обычно на одном заводе делается довольно много типовых одинаковых замков. То, сейчас, раньше это все было, опять же, такой эксклюзив, как сейчас говорят, да, то есть у каждого были какие-то свои замки, свои, не похожие ни на кого, решетки, свои запоры, то есть все это было именно вот индивидуально. Все делалось непосредственно по заказу того или иного крестьянина и, соответственно, с, ну, разными вариациями, да, то есть товар был такой штучный. Ну, и вот все это можно посмотреть, как все это делалось, потому что все равно производство, оно во многом все равно повторяет труд кузнецов, просто, скажем так, это все автоматизировано, это все, скажем так, поставлено на поток, то есть это все выпускается в больших объемах, но, по сути дела, сама технология, они во многом, конечно, все равно, в общем-то, похожи с трудом кузнеца, как это было раньше. И, в любом случае, какие, конечно, познать вот азы какие-то, да, как это все делается, оно, в общем-то, и будет, наверное, и не лишнее. Вот, тем более, что кузнецы, то есть работают люди довольно-таки приветливые и они, в принципе, отвечают на вопросы детей касательно вот именно кузнечного дела, вообще всего обихода, жизни там кузнецов, как все это было, как все это есть. Вот, поэтому можно, в принципе, задать вопросы и поинтересоваться смело, да, что-то уточнить, что-то, так сказать, рассказать самому, ну и так далее. То есть такое идет достаточно интересная и живая беседа, диалог в каком-то смысле, да, ответы на вопросы, поэтому здесь довольно интересно. Вот, в общем-то, вполне могу порекомендовать такую вещь. Ну да, конечно, опять же, надо иметь в виду, что, конечно, это, естественно, в большей степени история, но для того и приходят в музей, чтобы, по большей части, именно, посмотреть на то, как было раньше, на секреты каких-то старых мастеров, да, на, так сказать, былое, вот. Вот, все-таки для того, чтобы видеть, как сейчас все это там делается, это для этого в музей идти ни к чему, да, это все-таки немножко другой совсем, скажем так, жанр, немножко другой. Вот, поэтому думаю, что если сюда придете, то не пожалеете.